Всем привет! Сегодня я решила выпустить видео про Кузю, потому что сегодня, 24 января, у Кузи день рождения, ему исполняется 15 лет. Кузя, я тебя поздравляю. Давным-давно, когда я еще училась в школе, мы его взяли по объявлению в газете. У мамы была собака до этого, и она умерла. Я всегда просила у мамы кошку, потому что у нас были собаки в семье всегда, но не было кошек. Мне очень хотелось кошку. Ну и вот после того, как собаки не стало, я наконец-то вытребовала у мамы котенка. Мы вот поехали, выбрали, забрали домой. Он поместился у нас в косметичке, реально такая небольшая косметичка была вот такого размера. Маленький такой котенок был. Мы его брали на 8 марта. Сколько ему было, получается? Вообще типа полутора месяца. Совсем-совсем маленький еще месяц с копейками. И привезли мы его домой, и все. С тех пор он стал моим лучшим другом, потому что сколько я с ним играла, это вообще я проходила со школы, начинала с ним играть. Поэтому он у нас такой, знаете, очень кота-собака, я бы сказала. Потому что бывают такие кошки, которые там сидят сами по себе, а этот очень компанейский, всегда рядом. Знают некоторые команды, типа прыг. Моя любимая команда это... Потому что когда делаешь... Это значит, кто-то что-то натворил, и кот сразу пулей убегает и прячется. Вот, спит он почти всегда со мной в кровати. Правда, сейчас это стало менее актуально, потому что очень часто у меня малыш оказывается ночью в кровати. Кузьма, так, положили тут что-то. Но ребенка он не трогает, он вообще к детям так равнодушен. Он абсолютно не агрессивный, но иногда любит играть так, чтобы, знаете, покусаться, поцарапаться. Но он знает, что если я с ним играю без перчаток, то тогда он меня кусает по-доброму и когти не выпускает. Либо же у меня есть такая перчатка толстенная специальная, когда я ее надеваю, и кот знает, что можно ее драть изо всех сил и делает вид, что он большой и грозный зверь у меня. Порода у него, он полуангорский, то есть мама у него ангорской породы, а папы, не знаю, никакой. Поэтому вот такой он у нас симпатичный получился. Что еще можно про него рассказать такого интересного? Каждое лето мы его возим на дачу, он там спокойно у нас ходит, вокруг дачи везде, каждый вечер приходит покушать, никуда не убегает. Ну и вообще с возрастом стал намного спокойнее, больше любит лежать, спать, отдыхать и никуда не рвется особо. Очень разговорчивый кот, любит походить, позанувствовать, вот с этим своим фирменом. Мяу, мне скучно, мяу, возьмите меня на ручки. Мяу, я хочу кушать. Мяу, я поел. И так далее. То есть от него тишины не дождешься. К другим животным она относится хорошо, с Рексой они дружат. Ну так это, либо вежливо игнорируют друг друга, либо пытаются играть друг с другом, тогда Кузьма с большим азартом лупит ее по голове, а Рекса при этом делает, видишь, что ей очень страшно. И вот так вот, значит, подпрыгивает, отпрыгивает. Весит Кузя у нас около 5 килограмм, плюс-минус несколько сотен грамм, в зависимости от того, сколько он наел тут. Кормим мы его обычно с утра кашей с мясом, вечером просто мясо. Вот, и таким образом он у нас питается уже 15 лет. Плюс я всегда выращиваю ему овес на подоконнике, либо же приношу траву с улицы, если это лето. И он всегда ест траву для того, чтобы та шерсть, которую он слизывает с себя, у него выходила. Кузя у нас кастрированный. Сделали это мы, по-моему, в первый год его жизни, я не помню. Я помню только, как он ходил после наркоза такой пьяный. И еще у него не хватает нескольких зубов, потому что они у него плохие. Пришлось ему вырывать эти зубы, потому что воспалялись десны, были красные. Короче, котам мучила зубная боль, поэтому у него не все зубы на месте. А так вообще, тьфу-тьфу-тьфу, у него здоровье хорошее. Я надеюсь, он проживет еще лет 10 хотя бы. Я была маленькая, уговаривала его, говорила, ты должен много жить, чтобы увидеть моих детей. Увидел. Он со мной в школу закончил, институт закончил, я замуж вышла, ребенка родила, а Кузечка все еще со мною. Если у вас остались еще вопросы, если я что-то не рассказала, я просто сейчас думаю и понимаю, что я не знаю, что еще рассказать про него, то спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу. Спасибо, что посмотрели это видео. Кузя сегодня принимает поздравления со своим юбилеем, потому что 15 лет для кота это действительно много, это уже пожилой кот. Но он у нас еще вообще бодрячком. Единственное отличие от его молодости в том, что он гораздо больше спит, и все. А так прыгает так же, играет так же, и так же ловит свой хвост. 15 лет подряд он не может поймать свой хвост. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok